Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл канале Сладкий Персик. Совсем немного времени остается до Пасхи, поэтому сегодня у нас снова пасхальный рецепт. Мы будем делать вот такую вот красивую штуку для сервировки пасхального стола. Нам понадобятся большие квадратные бумажные или тканевые салфетки, бечевка или лента, ножницы, две прищепки и крашеные или не крашеные вареные яйца. Салфеточки можно брать как бумажные, так и тканевые, но лучше всего, чтобы они были или яркого цвета, или даже с каким-нибудь узором. Все-таки у нас праздник, и хочется, чтобы сервировка была тоже праздничной. Раскладываем на столе салфетку и сворачиваем ее вот в такую вот трубочку. Теперь загибаем края трубочки кверху, оставляем место под яйцо внутри салфетки, зажимаем прищепкой или зажимом и завязываем сверху лентой или бечевкой. Наверное, лучше бы смотрелась какая-то однотонная красивая лента, но у меня ее не нашлось, поэтому я воспользовалась обычной бечевкой. Получилось тоже очень даже красиво. У нас с вами получился пасхальный зайчик или пасхальный кролик. Теперь этого кролика мы кладем на тарелочку, и внутрь кролика кладем крашеное яйцо. Посмотрите еще раз, как это легко и просто можно сделать. Мне кажется, можно задействовать в этом всех членов семьи, и детей, и мужа, и бабушку, и дедушку. Всем будет интересно и весело делать таких пасхальных зайчиков. Просто сворачиваем салфетку, закрепляем сверху, обвязываем бечевкой, кладем на тарелочку и внутрь складываем яйцо. Очень красивая тематическая пасхальная сервировка, которая точно удивит всех ваших гостей. Смотрите, какая красота у нас получается. Всего из обычной салфетки, из обычной веревочки или ленточки. Это называется пасхальный кролик, но мужу показалось, что это бабулечки. В общем, смотрите сами, как вам больше нравится. В любом случае, это выглядит очень красиво и мило. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. ПОДПИШИСЬ!